Чарльз Эндрю Уильямс Американский ребенок-убийца Чарльз Уильямс родился в Фредерик Мемориал Хоспитал в городе Фредерик в штате Мэриланд, США 8 февраля 1986 года в семье Чарльза Джеффри и Линды Уильямс При рождении Чарльз был крупным ребенком и матери пришлось сделать кесарево сечение У него был брат Майкл, родившийся на 5 лет раньше, в 1981 году Первые 8 месяцев жизни Чарльз прожил с семьей в квартире во Фредерике Затем они перебрались в Форт Детрик, что было намного ближе к месту работы его матери которая была сотрудником военно-медицинского центра армии США Его отец также был военным В июне 1989 года он был переведен в состав контингента вооруженных сил НАТО на Ближнем Востоке Вскоре после Рождества 1990 года родители Чарльза развелись В результате развода Майкл остался с матерью, а Чарльз с отцом В 1991 году Уильямс с отцом переехал в Хаггерстон Однако через год они вновь вернулись во Фредерик Чарльз учился в Брансвих Миддл Скул Однако в августе 1999 года отец решил сменить обстановку и переехал вместе с сыном в Твинтен Пальм в штате Калифорния В 2000 году они окончательно перебрались ближе к дому дедушки будущего убийцы, в Санте 7 февраля 2001 года в автомобильной аварии погиб лучший друг Чарльза В 2000 году Чарльз Уильямс пошел обучаться в Санте на Хайт Скул Там его приняли неудачником, часто издевались и избивали Тогда Уильямс подружился с группой скейтбордеров-неформалов и стал проводить с ними много времени Однако и они вскоре стали издеваться над ним, и ему пришлось уйти По рассказам очевидцев, Уильямс как минимум два раза упоминал о желании повторить Колумбайн Первый раз он обмолвался об этом разговоре с одним из знакомых в 20-х числах февраля 2001 года Второй раз 3 марта того же года, за два дня до нападения Также за день до нападения Уильямс в отместку за издевательство Украл и сломал два скейтборда у группы скейтбордеров с которыми некоторое время назад имел дружбу Утром в понедельник 5 марта 2001 года он украл из отцовского стола в их квартире два армейских револьвера 22-го калибра и патроны к ним В 9.20 утра того же дня Чарльз, вооруженный двумя револьверами, зашел в мужской туалет и застрелил ученика первокурсника, 14-летнего Брайана Зуккару Затем он вышел в коридор и начал беспорядочно стрелять по людям В результате был убит 17-летний Рэнди Гордон и ранены несколько человек Уильямс после этого вновь вернулся в туалет, где перезарядил револьвер и вновь открыл огонь по ученикам Затем он повторял это действие еще по крайней мере два раза Вскоре в туалет, пытаясь остановить стрелявшего, пошел один из учителей, Питер Руис Однако Уильямс расстрелял в него боезапас обоих револьверов Учитель получил тяжелое ранение в спину, но сумел скрыться Это удалось благодаря тому, что когда Уильямс начал стрелять в Руиса тот, находясь в дверном проеме, успел отскочить и получил лишь первую пулю Вскоре к туалету подошли два школьных полицейских которые резко ворвались в уборную и обезоружили стрелка Тем временем школу окружило более 15 машин полиции и скорой Также для зачистки школы был вызван спецназ Пострадавших доставили в больницу Тяжелораненного Питера Руиса доставили в больницу при университете Калифорнии где его успешно прооперировали Арестованного стрелка доставили в местный полицейский участок Всего в результате стрельбы было убито два человека и ранены еще тринадцать Одиннадцать учеников и два учителя В тот же день на первом допросе Уильямс заявил, что причиной стрельбы стали издевательства в школе что действовало спланированно и в одиночку 20 июня 2002 года Уильямс пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по всем пунктам обвинения что позволило ему избежать пожизненного лишения свободы так как судить его было решено как взрослого 15 августа того же года Федеральный суд Калифорнии признал его виновным в умышленном убийстве двух человек 13 случаях нанесения тяжких телесных повреждений и незаконном ношении оружия и приговорил его к 50 годам тюремного заключения с правом на условно-досрочное освобождение не ранее, чем через 48 лет В качестве даты начала отсчета срока было взято 5 марта 2001 года Также суд обязал преступника выплатить 10 миллионов долларов компенсации пострадавшим После вынесения приговора Уильямс принес извинения суду и родственникам погибших и пострадавших людей 1 марта 2004 года Чарльз Эндрю Уильямс был переведен в тюрьму для взрослых В сентябре 2010 года его адвокат решил, что суд вынес слишком суровый приговор и подал прошение о пересмотре дела и уменьшении срока для Чарльза с 50 до 25 лет с учетом уже отбытия 9 лет заключения до 16 лет Комиссия рассмотрела, однако отклонила решение В настоящее время Чарльз Эндрю Уильямс отбывает свой приговор в тюрьме Ironwood State Prison с наивысшим уровнем охраны в одиночной камере Ему 34 года В этой тюрьме также содержится еще 3900 особо опасных преступников По крайней мере два раза в 2006 и 2008 годах Уильямс давал интервью СМИ Уильямса должны будут выпустить на свободу 5 марта 2051 года Но из-за переполненности тюрем для его условно-досрочного освобождения была установлена новая дата Март 2025 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин